Танцуют вальс Владимир Путин и Карен Кнайсул в 2018. Австрийский министр иностранных дел, она пригласила Владимира Путина на свою свадьбу. Это был строго частный визит. Всего через несколько месяцев после отравления в Солсбери, которое как Евросоюз, так и Великобритания связали с Российской Федерацией. Теперь со своим боксером по кличке Уинстон Черчилль, Карен Кнайсул переехала в Россию и открыла аналитический центр. Она заявила, что как только оставила пост в 2019-м у себя на родине, она не могла найти работу. Все считали, что она слишком близка к России. Наше правительство развалилось в 2019-м, и я решила заново начать свою жизнь как аналитик, как преподаватель университета, и мне надлежало понять, у меня вообще не было работы. Я была под сильнейшим давлением, когда нет возможности найти работу. Начать заново не так уж просто. Весной этого года я получила предложение от ректора Санкт-Петербургского университета. Мне предложили вести разнопредметное направление. Мне объяснили, как они видят это. Я в одиночку за ночь провела мозговой штурм. Я придумала название курсу, которое на английском звучит как «Горкий». Геополитическое обозрение русских ключевых проблем. А вы понимаете, что это в огромной степени противоречиво? Для бывшего австрийского министра иностранных дел переехать в Россию в то самое время, когда эта страна начала неспровоцированную агрессию против своего соседа Украины. Нет ли здесь опасности в том, что вы таким образом легитимизируете и войну, и репрессии внутри страны, имеющие место? Знаете, я пока не была свидетелем никаких репрессий. И в моем ближайшем окружении тоже. Я работаю в атмосфере полной академической свободы, которую я не ощущала, когда еще преподавала в нескольких университетах у себя на родине. Но как? Несколько дней назад, в этом городе, недалеко от этого здания, молодая русская женщина была отправлена в тюрьму на 7 лет за замену ценников в супермаркете на антивоенные лозунги? Здесь определенно волна репрессий имеет место в России. Ага, я не понимаю, что вы от меня хотите. Я только что объяснила ситуацию, через которую я прошла. Так что давайте посмотрим на все иначе. Почему Карен Кнайсу не дали работать на родине? В чем мое преступление? Вы осуждаете вторжение? Сэр, если вы смотрели мое интервью с вашим уважаемым коллегой Стивеном Сакером, я уже отвечала на его допросе, и второго допроса мне не нужно. Я спрашиваю у вас, является ли русское вторжение? В ваших глазах. Любая начавшаяся война, любая начавшаяся война, это нарушение международных законов. Я ответила на ваш вопрос. Но вы сейчас живете и работаете в России? Да, я живу и работаю в России, и приезжала в Россию, и ваш уважаемый коллега мистер Такер уже допрашивал меня на все эти темы. Но вы изучаете геополитическую ситуацию? Да. Но вы не можете смотреть на геополитическую ситуацию в мире и в Европе, не фокусируясь на войне на Украине? Она же перевернула мир вверх. Ну, знаете, честно говоря, я бы так не сказала, не перевернула, нет. Как человек, пишущий на тему геополитики уже 25 лет, я бы сказала, что если какая-то война и перевернула мир вверх дном, то это была война в Ираке. В 2018-е скрипалей отравили в Солсбери, правильно? Десятки российских дипломатов. Highly likely. Очень вероятно. Британский термин. Ну это же связали с Россией. Очень вероятно. Вы не верите, что виноваты русские? Понятия не имею. Просто я зову британские власти их термином. Highly likely. Ну, конечно, всего через несколько месяцев. Вы пригласили Путина на свою свадьбу. Вы танцевали с ним, сделали реверанс. Вы понимаете, как противоречиво это тогда было? Да, я тогда была министром иностранных дел. Да, я танцевала с президентом Путиным. Знаете, я много чего делала еще до этого и после этого. И, честно говоря, это такая тоска отвечать на ваш вопрос. Говорить о свадьбе? Да. И знаете, есть еще масса тем, которые со мной можно обсудить. Честное слово. Вы что, не хотите? Нет, честное слово, тоска берет. Собака уснула и храпит, потому что она знает эту тему наизусть. Собаке не интересно, а людям до сих пор интересно. Я не говорю, что Путин ваш близкий друг. Не такой близкий, да. Но вы встречались с ним и из ваших встреч. Как вы можете описать его как личность? Он самый интеллектуальный джентльмен. Подчеркну джентльмен. Я таких немного встречала. И в его случае, я бы сказала, в том же ключе, как Джейн Остин описывала состоявшегося джентльмена в гордости и предубеждении, он полностью соответствует этим стандартам. Такое отношение к Владимиру Путину, как к джентльмену из Джейн Остин, может вызвать удивление у некоторых в свете происходящего в последние годы. Да, я настаиваю, он самый интеллектуальный и настоящий джентльмен из всех, каких я встречала. Ну, объективно, идет волна внутренних репрессий и Россия вторглась на Украину. Это очень трудно признать джентльменскими действиями. Ну что ж, Тони Блэр и Кэмерон, они все участвовали, работая в правительстве, в военных актах в Ливии и в Сирии. В конечном счете, вы говорите, что люди в Австрии обвинили вас в госизмене, обвинили вас в том, что вы русский шпион? Русский шпион. Вы можете как-нибудь их понять? Никак не могу. Этого невозможно понять, как нельзя понять грязную фантазию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова